Группный план В нем милиции долгие-долгие Десятилетия называли в нашей стране Ну вот Отбросив любую иронию По поводу правоохранительных органов Я считаю, нет, во-первых, государство Не может существовать без Правоохранительных органов в принципе Раз И понятно, что они всегда были, есть Будут и дай бог здоровья Честным и ответственным людям, которые Там работают, вот это самое главное Что надо произнести ясно и отчетливо Я считаю Ну я присоединюсь, конечно, к этим пожеланиям Но еще бы всем слушателям, всем нам, да, всем людям Хотел бы пожелать, если вы не очень разбираетесь В уголовном кодексе, вы хотя бы Заповеди общечеловеческие Соблюдайте, да, чтобы у правоохранительных Органов было поменьше работы Не укради, не убей, ну и так далее Вот это я боюсь Этот призыв будет сложно Осуществить, потому что людей готовых Сделать и то, и то всегда много На самом деле И украсить и убить Да, конечно Именно если бы их было мало Зачем нам нужны были бы правоохранительные органы Скажи, пожалуйста В общем, здоровья вем Да И успехов в вашей нелегкой службе, безусловно А на коммуне 9 ноября О чем сообщило правительство нашего региона Губернатор Васильев от имени президента Путина Вручал медали И грамоты И грамоты Подписанные Владимиром Владимировичем Путиным Рассказывай, начинай, потому что это имеет прямое отношение К заводу Ветичу Я был свидетелем этого торжественного действия Когда посредством Игоря Вадимовича Васильева Губернатора Кировской области Вадим Вадимович Путин Президент Российской Федерации Поздравил многих, многих и многих В частности, завод Ветич За участие в борьбе с коронавирусом Активное, большое, непрерывное, прекрасное То есть, на самом деле, радует это Потому что я знаю подноготную историю И знаю, что действительно завод Во-первых, достаточно долго, по-моему, 2 или 3 месяца Кормил и поил врачей инфекционной больницы То, что в Чижах Мы говорили в наших передачах об этом И, честно говоря, я был удивлен Потому что, во-первых, это была инициатива Собственно, самих Курагиных Внезапная для меня То есть, никто не готовил, никто не подсказывал Во-вторых, было истрачено По меньшей мере 3,5-4 миллиона рублей То есть, это ввозились Обеды В ежедневном режиме готовые обеды В инфекционную больницу, плюс вода Несколько тонн воды отправили Там несколько тысяч этих обедов Причем из пивного дворика На Спасской 41 как раз возили, я помню И я видел эти фотографии То есть, эти репортажи оттуда То есть, да, прекрасные совершенно Комплексы обеда настоящие То есть, без всяких этих кивоков То есть, бизнес-ванчика, что называется Фотографии, я помню, размещались И на официальном сайте предприятия Это как бы одна сторона медали Но не она вчера была поводом этого награждения А то, что мы разливали антисептик То есть, фирма Я боюсь соврать название И самой фирмы И имя отчества директора Но у меня память, как известно Хромает уже Это наша местная компания Они предоставили антисептик сам Два Андрея напечатали этикет А мы, собственно говоря, его разлили И волонтеры распространяли Несколько раз это было Распространяли каждый раз Примерно 20 тысяч упаковок То есть, ну, как бы это бесплатно Естественно, и это была определенная помощь В снабжении антисептиков В первую очередь, малоимущих Пожилых, тех, кто нуждался Не мог сам выходить И так далее, и так далее, и так далее В принципе, тоже достаточно такая Ну, с моей точки зрения, позитивная вещь Вот за это вчера В присутствии, как бы, торгово-промышленной палаты Там еще, 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 еще Ну, все участники этого движения Волонтеров награждали, кстати Вручили нам медаль, значит, Это Владимир Владимирович Путин И грамоту за его подписью О том, что спасибо В борьбе с коронавирусом Заводу Вятич Естественно, приятно Все-таки отметили этот момент То есть, мы посмотрим Разместим новостишку какую-нибудь Наверное, в СМИ сегодня Хотя бы, ну, хотя бы Чтобы люди знали Что мы не только продаем Напитки, да Но и что-то еще делаем Все-таки полезно, чтобы люди понимали Что мы не в стороне находимся Ну, видимо, это все куда-то Руководство завода поместит В почетное место В какой-то красный угол Ну, я сомневаюсь Потому что у нас красных углов уже столько Я периодически в приемные хожу Смотрю на иконостасы Ну, вот эти грамоты, да Учитывая, что у меня С Советского Союза Начинаю Абсолютно ироническое отношение К любым наградам Грамотам Я их называю Медальки для собачки То есть на выставку Знаешь, как собак вы Ну, не скажи В определенной ситуации Да, но я вот как раз Вчера у меня был момент Я смотрел на иконостасы И с большим удовольствием Прочитал там несколько грамот Ну, прочитал это неправильно Потому что одна из грамот Была на иврите Свидетельство о том, что Вятский класс является кошерным Лицезрелый в общем Да, совершенно правильно Вятский класс является кошерным продуктом То есть тоже хорошо Там пара-тройка еще Китайских и американских грамот Ну, надеемся, что заработаем В конце концов То есть нет Все-таки эти свидетельства Какого-то внимания К заводу Внимания к его продукции Это правильно Извини, ты сказал О поддержке инфекционных Инфекционной больницы Вернее, в прошедшем времени Сейчас компания Сейчас мы не занимаются Сейчас мы не поддерживаем Почему? Потому что Как раз это произошло Я боюсь ошибиться По-моему, произошло в июне То есть апрель-май Мы точно совершенно Их снабжали А в июне, по-моему Выяснилось, что все Хватит, спасибо Вот я не знаю С чем это было связано Ну, как бы так Приостановили А, то есть Инициатива-то была С их стороны Да, конечно Спасибо вам за помощь Но мы больше не нуждаемся Да, да Вот какая-то такая Формулировка была То есть я Ну, нет-нет-нет Ни в коем случае Не вячий Любопытно Просто ситуация-то Продолжает развиваться Ну, вот сейчас Вторая волна Она намного круче ударила Сейчас я не знаю Ну, волны коронавируса Тут вот в эту область Вообще не хочется уходить Потому что здесь Такое количество мнений Домослов И лукавая абсолютно Статистика Которая не показывает Ничего на самом деле Плюс Количество Вот мне Веселят крайне Эти формулировки На тему Бессимптомные больные Вот мне Ну, это какая-то Вот такие интересные вещи Бессимптомные больные Симптомные больные Это здоровые больные По большому счету Это просто здоровый человек Да То есть Ну, есть у него этот вирус Но у него этот вирус не работает Ну, прекрасно 80% переносят его В легкой форме То есть Я сразу Возникает вопрос Что это за пандемия Где 80% населения Могут перенести В легкой форме Что это такое Это действительно пандемия Непонятно Ну, вот это, видимо Такая терминология Которая Какому-то логическому объяснению Толкованию Ее очень сложно уложить Я всегда люблю Рассматривать Вот эти проблемы Социологические С точки зрения экономики Я понимаю Что Вот этот локдаун Который происходит За него просто В какой-то момент Ухватились Как за способ Регуляции общества Как за способ Контроля Он показался Эффективным Правильным И так далее И так далее А сейчас С этой темой Уже не спрыгнуть Причем не спрыгнуть Не только в России Но и в тех же Штатах Еще где-то В Европе То есть там А в Китае Ничего похожего Просто нет То есть там Там закончилось Все уже Там нет ни второй волны Ни третьей Ни ожиданий Ничего этого нет Ну ладно Давай будем Отходить от этого направления Потому что это Отдельная тема Можно бесконечно сидеть Долго Несколько часов И ни к чему не прийти Самое лучшее пригласить Пригласить врачей Врачей Да безусловно Снова хочется поднять тему Приказной избы И инициативы Исходящие от компании Веч Буквально минут 40 назад Я проезжал Мимо этого места Мимо приказной избы Вспомнил сколько денег Официально на это выделено Действительно 500 тысяч рублей почти Стоит приказная изба Частично там Я насколько понимаю Крыша раскрыта Я так представил А чтобы вот этими 500 тысячами рублей Вот этими бумажечками Выложить эту крышу Безусловно сейчас Да погода Как трассу в Сочи Все это туда Все это туда задувает В общем Рабочих-то я сейчас там Не заметил Ну рабочие Это как бы Заметишь Наверное они появятся Все-таки Сейчас снег пойдет Тем более он начнет Падать внутрь Наверное появятся люди Которые будут убирать Снег падающий внутрь Интересные работы Нет понимаешь Выделено 500 тысяч На то Чтобы Перевожить крышу Подожди Давай начну с основного вопроса Который касается Непосредственно компании За прошедшую неделю Что-то какие-то движения были По-прежнему По-прежнему никаких ответов Это никому не интересно И я думаю Что до тех пор Пока Хоть какие-то голоса Со стороны общественности Ну я уже Не знаю Кому обращаться Во власти Если честно говорить Просто не понимаю Адресата Пока Голосов общественности Каких-то не раздаст Которые действительно Хотят Что-то это изменить У нас не будет Никаких Внятных ответов Почему Вот посмотри сам Они выделили Эти 500 тысяч Во-первых Это курям на смех Это понятно Потому что Моя мама Дай бог ей здоровья Она Свой маленький Садовый домик Она его красила Вот на покраску Этого садового домика Она истратила 600 тысяч Вот у нее были сбережения Она как-то Ничего себе Да То есть она обновила Там что-то еще верандочку Пристроили Да Вот на все Просто я подумаю О том Не прикупить ли в себе Садовый участок Тысяч за 100-150 А тут я слышу Что 600 только на покраску Володь Володь Любое 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 домовладение Это уход Постоянный контроль И так далее Но Понимаешь Она это сделала За 600 Я знаю Свою мать Она очень хозяйственная Очень такой Въедливый Пунктуальный человек То есть она явно Не переплатила Значит 600 рублей За покраску Садового домика И небольшую веранду А вот за 500 тысяч Мы возьмем И на историческом памятнике Целиком перевожим крышу Чем мы ее перевожим Рубероид натаскаем Ну не знаю Есть разные технологии Да Есть хорошее выражение Из вот этого И палок Например Да Да Однозначно Совершенно Из вот этого И палок Мы увидим Опять слепленную Нашу красоту Естественно Люди отчитаются Причем Учти Что Ты платишь И за материалы И за работу И за рабочих И так далее То есть она Ну насколько я понимаю Надо снять старое Подготовить Завести материалы Это не один день работы Это люди И так далее И так далее Ну при самых Минимальных расценках 500 тысяч Испаряться Мгновенно Мгновенно Совершенно Выясняют Выясняют Что Лишь что-то На 90% Украдено Лишь что-то Закопано В землю Никто Не отвечает Никто Не берет На себя Ответственности Никто Ничем Не занимается Пишутся Какие-то Липовые Вот С приказной Сбой Ну ребят Ну протрите Глаза На секунду Вы взяли 500 тысяч Вы наймите На эти 500 тысяч Одного сторожа Пусть он подождет А деньги придут У вас же в 21 или 22 году Они придут В 22 Речь шла О нескольких Миллионах рублей Ну ясно же Во-первых Несколько миллионов Не хватит Это мало Это раз Во-вторых За это время Даже с этой Перекрытой Рубероидом Крышей Она будет Разрушаться Дальше Еще два года Она будет Разрушаться То есть Еще дороже Обойдется Восстановление Автоматически По-прежнему Это объект Который Не приносит Бюджет Ничего По-прежнему Это объект Который Не посещается По-прежнему Это объект Который Не нужен Не интересен Не нужен И стран И вообще Судьба его странная Людям предлагается Простой вариант Ребят Давайте Мы за свой счет Здесь превратим Это в конфетку Да Не из этого И палок А нормально С хорошими материалами С профессиональными строителями Мы умеем это делать Мы разбираемся В этом Мы это сделаем Вот сто процентов Сделаем И это можно будет Показывать гостям Региона Туда можно будет Возить любых Правительственных Чиновников Любые Любые Абсолютные экскурсии И это будет Приносить деньги В казну И это будет Жемчужиной Края Опа Ни ответ Ну я давайте Напомню точный термин Как ранее Владимир говорил Да собственно Это музей В планах Вятича Это музей Напитка Мы просим Передать нам В аренду Приказную Избу За символическую Естественно Плату За саму аренду Первый этаж Мы отдадим Под городской музей Подвал Как изначально Это было Питейное Заведение С подвалом Вот подвал Мы сделаем Дегустационным залом Чтобы люди могли Посмотреть экспозицию Спуститься И продегустировать Вперед И с песней Пусть дегустируют Это не кабак Не приведи Господи Это действительно Так же как в Германии Делают Любая Достоверимечательность У нее есть Рестораны Кинотеатры Прогулочные места И так далее И так далее Потому что люди Должны оставлять Деньги И деньги Эти должны Окупать Существование Каких-то Исторических вещей Это ясная Понятная Концепция Все Вот точно так же Давайте сделаем Ничего Как бы Какие-то письма Пишут Пишут На имя губернатора Написали Наверное Куда-то передали По инстанции Может потерялась Потерялась Я увидел Что потерялась Да конечно потерялась Тоже не удивлюсь Если действительно Потом появятся Такие комментарии Есть какой-то Дедлайн До которого Компания Может держать В силе Своё предложение По поводу Избы Нет Ну нам Стоит Во-первых Предложение По поводу Избы Я не думаю Что мы будем Пересматривать Какой-то В ближайшие Полгода Год То есть Любой момент Любой человек В уголе Правительства Кировской области Кто окажется Не окажется Останется Не останется Нет просто Видишь Сейчас такая Ну как Нехорошая ситуация Вроде как Отправили Да Сделали Пас со своей стороны Ну первый шаг Сделали Ждём когда Нам ответят И что ждём Когда ждём Сколько будем ждать Ну просто для Разумного бизнеса Такая тоже ситуация Такая Не очень Конструктивная Тут вот точно так же Как с Со снабжением Врачей В инфекционке Обедами Тут не совсем Вопрос бизнеса Это скорее Вопрос имиджа И вопрос Среднамая забота То есть Это вложение Скорее всего Всё-таки Это надо рассматривать Как вложение В имидж-компанию То есть Да Мы готовы Восстановить Да Мы хотим Чтобы люди Знали о том Что вятич Это восстановил Вятич Это превратил В что-то Интересное По-настоящему И вот С этим пониманием С этим интересом Люди Будут жить Я просто к тому Что у любого Начинания Там в том числе Социально важного Есть определённая смета Есть определённый бюджет И надо понимать То есть Когда мы начнём Когда они согласятся Надо ли уже Закладывать Что называется Эти деньги Как-то их изыскивать Начинать Сумма в 20-30 миллионов Она найдётся Это первое С этим проблем Ты считаешь Я не вижу С этим проблем Потому что У завода Они найдутся Завод Я не скажу Что совсем Как сыр в масле Да Но всё-таки Это процветающее предприятие Вот что они делают У нас есть прибыль У нас есть рост На самом деле За предыдущий год Мы выросли Ну это Благодаря многим усилиям Было сделано Конечно И Сама по себе сумма Эти 20-30 миллионов Которые нужны На полную реставрацию И вообще Превращение Этой приказной Избы В серьёзную вещь Они есть И они будут Я не думаю Что в следующем Или через год Или через два У нас что-то поменяется Так что вдруг Мы начнём думать О том Чтобы эти деньги Сэкономить Вот Но Всё зависит от власти Зависит от Заинтересованных лиц Ведь Мы не собираемся Вытаскивать Выбрасывать на улицу Кривический музей Да Ни в коем случае Наоборот Ты сказал о том Что первый этаж Он будет С музей Конечно Так мы Сделаем это В кооперации С ними же Ну то есть У нас будут свои представления Требования У них свои представления Требования Мы не будем Ломать через колено Людей У которых есть Какие-то принципы Да И идеи свои То есть Это вопрос Сотрудничества Это вопрос Диалога Вот Это тоже касается Экспозиции Но пока У нас Нет Ни со стороны Кривического Ни со стороны Востей Ни со стороны Ни от кого Нет Никаких Совершенно Реакций Просто Никаких Честно говоря Это удивительно Вот обычное Такое удивление Которое Постоянно Сталкиваешься В жизни Такое ощущение Что в этой Многоуровневой Структуре Кто-то боится Взять ответственность Вот на себя Да И что-то сказать А вот я сейчас скажу А как там Начальство на меня Посмотрит Нет У меня ощущение Что в этой структуре Боятся брать на себя Ответственность Все Вот сверху Донесу То есть Никому Не нужна Какая-то Ответственность Все действуют В рамках Инструкции Которые Они толкуют В соответствии С многолетней Практикой Толкования Инструкции Все Ну Надо понимать Что да Это бюрократия Бюрократия Абсолютно Всесильна То есть без нее Во-первых Нельзя существовать Просто Нельзя существовать Без правоохранительных органов Это вот ерунда Да Но бюрократия Должна действовать В соответствии С какими-то установками Правильными Для этого существует Как правительство Российской Федерации По идее Ну Тут мы опять Удаляемся В ту же самую Интересную сторону Как и с коронавирусом Можно долго обсуждать Три минуты До рекламы Давай перейдем К новостям Которые связаны С новым продуктом Безалкогольным продуктом От компании Вятич Только безалкогольный продукт От компании Вятич Мы во всяком слышании Уже несколько раз заявляли О том Что новый сорт Под названием Красная 31 Вот Он уже на подходе У нас Что за неделю нового случилось У нас не получилось счастья То есть мы наивно Как дети Надеялись На то Что нам удастся Напрячься Напрячься И все-таки Выстрелить 7 ноября Ну там Случился Честно говоря И коронавирус Который наложил отпечаток Потому что Часть людей Внезапно Еще весной Случилось Случилось с людьми Дошел до компании Вятич Тут оказалось так Что несколько человек Которые были как раз Завязаны на проект Ключевых видимо Персон в этом проекте Вот Они слегка приболели И выздоровели недавно Так вот К сожалению Мы запустим Это не 7 ноября В красный день Календаря Да А запустим Конец ноября Начало декабря Вот в эти сроки Понятно Что это красное Сейчас мы Наконец Вывесим Свой знаменитый вопрос На тему Помоги Вятичу Доработать Рецепт Сейчас мы его вывесим Вывесим на баннеры Вывесим на автобусы Вывесим на остановки То есть наружка будет В городе Люди будут это видеть Призыв этот Вот И обратимся к людям Как всегда Через телефонную службу Как всегда на сайте Через горячую линию И через баннеры На всех сайтах Куда наши ручки дотянутся То есть мы будем просить людей Помочь Откликнуться На простые Ясные вопросы То есть нужна ли им Сладость Нужно ли им Ощутимый Привкус ржаного солода Ты говорил об этом Что там Вот Ржаное Вроде как у нас Не очень-то так Ну вот Сейчас будет Сейчас будет Следующий вариант То есть у нас есть Прекрасный рецепт 73-го года Я как раз смотрел Вертел в руках Вчера Забавный За подписью Чувашовой Которая у нас Как известно Создатель пива Елена Да? Да, конечно Это технолог Видимо Она главный Главный пивовар 66-го года Главный пивовар Конечно Это легендарная личность Между прочим Я не помню Она сама награждена Была орденом Красного знамени Трудового По ходу матча Слушай, какие Стратегические вещи Да Вот этот рецепт Чувашовой Как раз Мы попробуем Осуществим Либо мы полностью Или все-таки Люди не захотят Потому что Тогда они его сделали Я имею ввиду Старое поколение Они его сделали В 73-м году Но там объем Совершенно крохотный И он Просто мелькнул Что называется Вот Сейчас посмотрим Как это будет выглядеть Ну красное Да Оно и по цвету Будет красноватым Ого-го-го Я хотел спросить Сам-то продукт Он по цвету Будет как-то Оправдывать Своё название Конечно Он будет красноватым Скажем так То есть В нём Конечно Будет чувствоваться Рож Это понятно Потому что Без ржаного сода Вся затея Естественно Исчезает То есть Может быть Посмотрим Как с карамельным Будет это интересно Или нет То есть Может быть Будет чуть-чуть Сладковато Может быть Это будет Зараженным Привкусом Ну Скорее всего И это будет Действительно По цвету Ближе к красному Ну Всё-таки Back to the USSR То есть Как Back in the USSR Правильно Оригинальная песня Мы скорее всего Запустим ролики Связанные С этой битвовской Песней И с какой-нибудь Ого-го Поосторожней С песней Нормально Авторские права У нас сейчас С этим серьёзно Битвы Ну наконец-то Наконец-то Иск Слушай там С битвами Я думаю Отлично Можно попасть Будет на иск В какие-то Миллиарды Может быть Ну миллиарды Вряд ли Но иск Английских рублей Иск Битвов К заводу Вятич Это прекрасная тема Которая будет Ну Ну у нас что Это даже покруче В чем история История с Дзюбой Нет История с Дзюбой Просто меркнет Это ничего интересного А вот здесь Для региона Ну поднапряжёмся Придётся Деньги Наверное Отдать Какие-то Бывает Но зато Кто там у нас жив Там Маккартни Ну Маккартни Слава Богу Да Ну прекрасно Если сэр Пол Подаст иск За использование Вау Вау И ещё приедет К нам Ну отлично На слушание Или мы съездим Вон Или другая сейчас песня Приходит нам Фантазёр Ну Ты меня называл Ладно Давай сейчас сделаем Небольшую рекламную паузу Как обычно Полторы минуты Она продлится И кстати Телефон ведь у нас Есть прямого эфира 211-101 Если у вас Поднакопились вопросы Или хотя бы Один вопрос Есть Владимиру Маматову Пресс-секретарю Компании Веч Пожалуйста Звоните После рекламы Крупный план Повторяю Ещё раз напоминаю Номер нашего прямого эфира 211-101 13 часов 33 минуты на часах Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Веч Мы продолжаем наше общение И снова так или иначе Возвращаемся К тем вещам Которые мы озвучивали В предыдущих наших беседах Ну потому что тема Действительно очень серьёзная Для отрасли О маркировке Мы с тобой говорили В прошлый раз И не договорили Много ты потратил Эпитетов Для того чтобы дать понять Что Ну что это Инициатива государства Мягко говоря Ну во-первых Она дублирует Да Она дублирует ЕГАИС ЕГАИС Да Автоматизированную систему Единая государственная Ну и что Ну и мы Естественно Поняли Я думаю что поняли все Что это неминуемо Приведёт к подорожанию продукции Если приведёт К подорожанию продукции Потому что Реализован Вчера как раз Была видеоконференция Союз пиловаров Это комиссии Возаимодействия С государственными органами Чертовски интересно То есть там По-моему За каждую маркировку Взымается дополнительно 50 копеек Это налог Постоянный Который уходит Ну За каждую единицу тары Конечно Конечно Но Я бы рекомендовал Людям Которые интересуются Вообще Экономической ситуацией В нашей стране Посмотреть Ну так Чисто ради любопытства Куда именно Уходит этот налог Он уходит далеко Не в казну Российской Федерации Да Ну поинтересуйся Просто поинтересуйся Ты слушай У меня сейчас Шарики за ролики Что называется Нет Как может налог Официальный Государственный Уходить не в бюджет Российской Федерации Ну всё очень просто Есть компания Которые полномочены Для того Чтобы проводить А какие операторы Ну вот Вот у нас есть Допустим Платон Ну да Система сбора платы За проезд по федеральным трассам Я с огромным удивлением Узнал Что огромное количество Камер Которые установлены Вот эти видеокамеры Да С которых приходят тебе штрафы Они не идут в ГИБДД Ну а Они поступают в бюджеты Нет У нас же есть закон Когда В местный бюджет В дорожный фонд У нас же поступает Но часть С этой суммы Берется операторам Да Да Вот это история По крайней мере То История операторов Маркировки Она очень интересна Почему Потому что для того Чтобы проводить маркировку Ты закупаешь оборудование Это любое предприятие Производящее продукцию Которая должна маркироваться Она закупает оборудование Платит за эти штрих-коды То есть мало того Что ты технически Должен осуществить это То есть вложить Довольно приличное Чтобы прилепить На танк Это понятно То есть мало того Что у тебя должно быть Оборудование Которое ты закупаешь За рубежом Естественно Через тех же операторов Конечно же Это понятно Не самостоятельно Импортозамещение Тут не работает Россия не делает станков Но это надо очень хорошо знать И понимать каждому школьнику Станкостроительная отрасль В России убита Уничтожена И ее нет У Висбора есть хорошая песня Извини, вспомнил Зато мы делаем ракеты Мы делаем ракеты На станках 60-х годов В позапрошлом году Рухнула крыша По-моему В Свердловске Это мне рассказывал Директор машиностроительного завода Скубани Замечательный человек Вот рухнула крыша Завода в Екатеринбурге Где собирали Наши замечательные ракеты Сатана Да Вот те, которые крестят У нас Я очень люблю эту ситуацию Сатану крестят Да-да-да Совершенно правильно Это вот такой кульбит По сравнению с которым Вся проза на бок Полная ерунда Вот Крестить Сатану В виде ракеты И Рухнула эта крыша Ребята запустили дрон Ну его Чтобы посмотреть Конечно Его естественно ФСБшники тут же сбили Ну Не тут же А дали ему возможность Пролететь там 5-6 минут Поснимать Так вот Запись Там был показ Внутренности цехов В которых Это Санана Делалось Там стояли Добрые старые станки 50-х 60-х годов Был тот же Бардак Грязь Которая была Всегда В наших Токарных цехах В советское время Я работал еще в школе Когда у нас были Прекрасные уроки труда У нас стояли Токарные станки С Кировского завода Ну я рядышком жив Причем я там И научился Токарить Кстати Походу Так что профессия У меня на запаске есть Так вот Там стояли Те же самые станки И Все станкостроение Которое могло бы Существовать в России Его нет Его просто нет Россия не делает Станков То есть В технологическом отношении Мы отброшены Очень сильно Потому что Никакое машиностроение Без станкостроения Не существует Вот оно очень хорошо понимает То есть Все Устройства Для маркировки Продукции Они будут привезены За валюту И пройдут Естественно Через руки Тех операторов Которые нам Которым поручено Это реализовывать Можете поинтересоваться Конечными Бенефициарами Этой сделки То есть Абсолютно понятно Что Маркировка Принята Правительством Потому что Это было высказано Владимиру Владимировичу Путиным В чем Высказано В формулировке Давайте Попробуйте Почему нет И как только Он это высказал Все министерства Взяли под козырек И этот вопрос Уже не обсуждается Он просто делается То есть Эффективно Это неэффективно Это уже неинтересно Главное Что это должно Быть сделано И это 99% Будет сделано Но Есть только Один кампинг Тайвини Это То что Вся пивная отрасль Она работает По эгоису Единственный Источник Так называемого Контрафакта Да Собственно Из-за которого Вроде бы Мы вводим Маркировку Да Мы же С благими целями Ее вводим Не просто Для того Чтобы Посредники Получали Деньги Как Бредовая Мысль Мы же Не кормим Каких-то Определенных Людей Мы же Естественно Достигаем Какого-то Результата Общественного Правильно Иначе И быть Не Может Так То что Из-под полы Да Наливаются Нет Зачем Это бары Это краны В барах Краны В магазине Я и говорю То есть Происхождение Неизвестно Что там в кранах По документам По документам У тебя происхождение есть По документам Да По документам У тебя происхождение есть Но оно Как помягче Ты говоришь Не очень точное То есть У тебя Примерно Оно Вот оттуда То есть Какую там Кегу Подсоединили К этому аппарату У тебя Короче говоря Это все Не проходит Через ЕГАИС На этом Нет Маркировки И Вот Это Контрафакт Который Действительно Надо останавливать Это всем понятно Но это Разливной Контрафакт Это не та Продукция Которая Стоит в магазине Магазин Не сможет провести Ничего Без ЕГАИС Он просто Брать не будет Это все Вот Дальше начинается Самое интересное У нас две системы Значит Маркировки Вот этой Новой Которая Должна поставить Заслон Контрафакту Непонятно Как она его поставит То есть Потому что Это то же самое Что ЕГАИС Ну наверх Отчитается Что заслон Поставлен Вот И Дальше Начинается Самое интересное Я читал Вчера Вовшебный документ Минпромторга Где они Разъяснили Как раз Ситуацию Где они написали Ну вот эти две системы Значит Новой маркировки Вот ЕГАИС Которая пользуется Они конечно Должны Сопрягаться Но вот Механизм Сопряжения Конечно Надо бы Как-то В дальнейшем Пожалуй Чтобы Рассмотреть Я ничего не понял Я тоже ничего Я тоже ничего Нет Там просто Нет Понимаешь Само по себе Письмо Минпромторга Оно показывает Уровень На самом деле Компетентности И уровень Понимания Я Который существует В Министерстве Экономики Российской Федерации Он близок К пониманию И уровню Компетенции Школьника Шестого класса В Советском Союзе Когда они Бросаются Фразами И данными Которые Для любого Думающего человека Звучат просто Бредом Силой Слушай А Мантуров Мне всегда казался Таким Довольно Грамотным Руководителем Глава Ведомства Ну вопрос К чему Ведет Это руководство И какие Собственно цели Преследует Это ведомство Ну не кормить же Этих операторов Ну что ты Как нет Конечно нет Ни в коем случае Не-не-не Этого не может быть Это в какой-то другой Стране происходит Как говорил В свое время Череншевский Нет-нет-нет Это я все о Гондурасе Это только о Гондурасе Вот То есть Письмо Минпромторга Потрясающее Там Ну Есть Великолепный пример Когда Они говорят Что вот А у нас на рынке 1664 Производителя Пива безалкогольного Разумеется Съемка С производством Порядка 300 тысяч Декалитров Это немного 3 миллиона литров В год Это очень мало Да Но Они могут Нарастить И Производить 500 миллионов Декалитров В год И занять 64 процента Рынка Вот понимаешь Это Вот как это Ну Конечно приятно Что в министерстве Думают за тебя Что ты там можешь Ты понимаешь Вот Открой мне Но ваше ли это дело Вообще сколько Да не в этом дело Открой мне Эту фантастическую Невероятную тайну Когда ты можешь Увеличить Вот просто с нуля Непонятно с чего Без экономической ситуации Без уважений И самое главное На рынке Который и так Заполнен товаром Да То есть он Рынок Он рынок Он и так Все время Не надо думать Что наращивая Люди побегут Нет И как на этом рынке Ты увеличишь Своё производство В десятки раз Сразу Это И это Пишет Минпромтор Когда Правительство Кировской области Публикует у себя На сайте Стратегию Экономического развития Кировской области 2023 года И я Смотрю на это Как баран На новые ворота И понимаю Что я ничего Не понимаю Кто это писал 2023 или 1935 2023 Нет Это старые Они удалили Они удалили И потом Слава тебе Господи Это позорище Удалили С сайта Правительства И вот Я тебе говорю У нас сейчас Замечательная ситуация Когда есть Стратегия развития Кирова Но нет Стратегия развития Кировской области 30 секунд Вот то же самое С Минпромтором Что с этим делать Как мы будем Бороться с идеей Моя Кировка Потому что Она не нужна Ни одному Производитель Я по-моему Задавал этот вопрос Сроки-то уже Обозначены Внедрение Апрель Апрель следующего года Осталось совсем Немного времени И это Опять подорожает Для конечного потребителя Все очень просто Все очень просто Ребята Вы заплатите За все Вот надо Очень хорошо понимать Когда нам Рассказывают Про нововведения У которых Нет конечно На самом деле Реальной пользы А просто Есть вытаскивание Денег из карманов Поверьте Торговцы Любые торговцы И в ятичном числе Да Прекрасно понимая Ситуацию Будет Пытаться Сделать так Чтобы компенсировать Эти затраты Компенсировать Можно одним способом Поднимая стоимость На продукцию Мы этого делать Не хотим Нам это не нужно Нас все устраивает И так Увы Если это будет Принято Ждите приятных Сюрпризов Ну такая невеселая Надо сказать Картина Да Владимир Маматов Пресс-секретарь Компании Ветич На этом завершается Наша сегодняшняя беседа До встречи еще ровно через неделю Во вторник В 13 часов До свидания Всего доброго Крупный план Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok